Привет, кого не видел, продолжаю разбираться в игре Valorant. Сегодня я вам хотел показать несколько стен на карте Split от Sage, которыми я пользуюсь. Здесь много, кстати, пофиксили стенок, которые бессмысленно уже ставить, поэтому они не работают. Скоро пофиксят и вот эту стенку, но пока она работает, можно ей пользоваться. Вот так вот она ставится. И помогает нам прочекать вот эту вот позицию. То есть мы видим сквозь текстуру и можем убить противника, который сюда спешит на помощь. Вот так вот, видите, это все простреливается, соответственно, он нас не видит, а мы его видим. Но я думаю, что в ближайшем обновлении это пофиксит. Дефолтную позицию, естественно, я запишу на карте, снимаю вот здесь. Разбиваем эту стенку, чтобы вас заранее не чекнули. И смотрим вот тут вот. Многие в основном чекают вверх, и вы их сразу тут принимаете. Кто-то может, конечно, вас чекнуть, но получит сразу в голову. Кого смущает то, что необходимо стрелять по стенке и тратить патроны, не забывайте, что вы можете перезакупиться сразу и получить оружие такое же самое с полным магазином. Еще одна такая стандартная стенка, это вот эта вот. Вот так вот я ее ставлю. И если у меня есть снайперская винтовка, то я ее принимаю сдалека. Если у меня какой-то автомат, то я сажусь вот так вот. И принимаю игроков, которые уже забегают сюда. Здесь, соответственно, если сесть подальше, вас не видно сдалека. Многие такие, как Сейдж или же Вайпер, кидают туда свои плюшки, да, чтобы вы тут не могли быстро перемещаться и забегая там, допустим, та же самая джет пролетает вот эту позицию. И тут вы уже ждете, короче, и накрываете. Очень помогает сделать пару фрагов. Стенка от Сейдж есть вот такая. Это достаточно часто применяется, чтобы зайти сюда. Противовес этой стенки я ставлю. Иногда жду до самого конца. Ставлю вот эту стенку. Или же залазиваю на нее, или же спрыгиваю и кидаю замедлялку, чтобы мои тиммейты могли пострелять, там, в рейс накинуть им туда гранаты и так далее. И второй вариант, это поставить стенку вот так. Закрыть, получается, перетяжку оттуда и, соответственно, отсюда пострелять по своим противникам. То есть не дать им, получается, вот отсюда получить халпу. Он начинает стрелять по стенке, не отвлекаясь, получается. На него не надо отвлекаться. И здесь вы можете их дожать. Но это такое. Еще одна прикольная стенка, которую я неоднократно здесь использую, это вот эта вот стеночка. Вот так вот выставляем. И вот так вот садимся. То есть, когда ставится стенка Сейдж или того же Феникса или Вайпер, все равно с этой позиции вы видите игроков, которые забегаете. Забегает сюда и можете спокойно их отстрелить. Вот такая вот интересная стенка. И она, в принципе, не чекается. Сколько раз было. То есть, в основном все начинают бежать, смотреть эту позицию. Там, может быть, эту чекнуть. Но вот эту чекает очень-очень-очень-очень редко. Переходим на миддл. Ну, здесь тоже есть парочку интересных стенок. Вот так вот выцеливаюсь. Но это можно быстро делать, когда научитесь уже. Все, я пока показываю. И вот так вот ориентировочно ставим стеночку. Вот так вот получается. Если у вас есть оператор, либо у вашего тиммейта есть, то вы можете вот так вот убить типа. Ведь с той стороны все это выглядит так себе. Выходишь, и вроде бы как стоит стенка. А отсюда вообще непонятно. То есть, это надо целиться. А если взять автомат, то это вообще стоит там, кто-то не стоит. Можно сделать таким образом open frag. И еще одна стенка под оператора вот так вот ставится. Ну, тут вы видите, вот в этом месте шарик. Вы можете просматривать до самого конца. Ноги видите. Ну, а вас тут очень тяжело. Ну, это надо просто подойти и просто смотреть, что вы там будете делать. Вы быстрее увидите. Особенно, когда все начинают там что-то бегать, суетиться, стрелять. Вы можете уже сделать фраг. Переместимся на точку А. Здесь вот такая стена. Как представить ее? И чекаете того, кто выходит чекать рампу. Обычно чекают вот так вот вниз. То есть, вы ползаете, вы посмотрите тут. Ну, после того, как посмотрите здесь. А вы вот находитесь в этой зоне. То есть, вам надо быстро переместиться туда, либо знать, что вы там чекаете. То есть, здесь можно сделать неплохой опен фраг. Вот такая вот стенка, чтобы запрыгнуть сюда на балкон. Если вы быстро бежите, знаете, что пленте никого нет. Ну, или вообще так просто запрыгнуть сюда и выйти в тот же самый балкон. Да, неплохая затея. Вот такую достаточно частую стенку использую. Вот так вот вы ее ставите. Пока там типы что-то накидывает дым, какие-то стены. Вы сверху сидите, берете автомат. И вот так вот начинает тешить. То есть, опять же, неожиданная позиция. В том плане, что здесь, это где-то вы вот здесь. То есть, это надо знать, что вы там будете. Основной проходит, смотрит сюда. Ну, такое. То есть, как минимум, один фраг можно дать. Такая анти-стенка той стенки можно отсюда вот дать. Но! Надо знать, что тут сидит Сэйч и сразу в нее целится. А та, в свою очередь, может целиться в вас, только его перестрелять. Отсюда можно убить любого противника, который занял позицию на балконе, что-то пытается там откинуть. Зачастую там сова стоит и кидает свою стрелу. Так что можно его сразу вот так вот убить. Еще стенка по типу, как на меду. Можно попробовать поставить вот так вот. и посмотреть типов, которые попытаются забрать шарик. То есть, вы все видите. Вот наш шарик. Вот вы смотрите. С той стороны, опять же, это надо знать, что вы там сидите, вы это затеяли и вы где-то здесь. Зачастую получается, что просто подходит и начинает его забирать. То есть, ну, тут смог лежит, там что-то такое. Не обращают внимания. Стенка и стенка. Кто-то же контролит, может вы сверху будете. Ну, вот такое вот можно сделать интересную штуку. Ну, и оттуда отличная стенка. Вот так вот становитесь, если в закрытую вообще играть и стреляете. Типов, которые выходят сюда. Потом можете, допустим, отсюда принять, не спрыгивая со стенки, а можете спрыгнуть. Ну, и тут уже дальше вы начинаете отыгрывать. Раньше здесь была стенка, можно было поставить вот сюда, но она сейчас не ставится и с этого окна прострелить. Да тут много чего еще было интересного. К сожалению, с каждым разом фиксит, фиксит, фиксит и не дают возможности ставить какие-то, ну, вообще там, мега какие-то стены, которые тут раньше были, и они, к сожалению, не работают. Ну, а это остается такими стенками дефолтными. Вряд ли тут что-то, кроме первой стенки, который показал, что-то пофиксит. Ими можно будет пользоваться спокойно, всегда, и делать неожиданные фраги для вашего оппонента. На этом у меня все. Если у вас есть какие-то еще интересные стенки, можете скидывать мне в ВКонтакте. Я их обязательно размещу в следующем видео. Всем пока. Играйте честно.